Я думаю, что Панарин может вынести Тампу и Кучерова, но если ему дадут там, не знаю, соответственно, веник и что-то еще, он их так подберет и вынесет, потому что в противном случае шансов нет, и мы здесь возвращаемся к тому, что НХЛ лига равных возможностей, но лига, где есть Тампа, есть все остальные, ее сложно назвать лигой равных возможностей, если затащит Бобровский, если команда ляжет ко сьми, то один, а то его два матча все-таки Коламбус может зацепить, но объективно тяжело, такого количества классов, суммарного, которые есть у Тампу, просто не по силам переварить, справиться, у тебя все равно есть слабые места в той же обороне, и там, условно говоря, 3-4 звено у Тампу может решить, а у Коламбуса нет, поэтому пускай Панарин наберет 12 очков, а Тампу выиграет 4-2. Включить режим Брэнда на Дубинске и бить, 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 еще раз бить, по-моему, в этом единственное спасение Коламбуса, возможное спасение, то есть это все равно не спасет, их все равно раскатают, однако же устроить какую-то дикую бойню на площадке, это, наверное, единственный такой вариант, который может какие-то дивиденды принести Джону Тартарелли и его Коламбусу, условно играть в одно звено, если у тебя Панарин с Дюбуа и Эткинсоном, вот пусть они играют, а остальные пусть долбятся, ломают, бьют, все что угодно делают, главное, чтобы не пропускали, забивать необязательно, бросил шайбу в зону, пошел, воткнулся, сменился и вот так вот по кругу. Ну, матча на 3-4, вот такой долбежки Коламбус еще должно хватить, дальше нет, так что, в любом случае, тампа пройдет, я ставлю на 4-1, но оставляю за Коламбусом фактор Бобровского, который должен наконец-то выстрелить в плей-офф и может вполне вытащить там матча 2, а то и все 3, но это уже будет совсем круто и тогда он каких-то полмиллиона себе добавит летом в новом контракте. Я думаю, есть шанс у Кароля Набагарда Вашингтона, потому что Свечников, наверное, лучше, чем Кузнецов Овечкин, играет в приставку «Инхэл», готовился, потренировался и думаю, шансов нет у Кэпиталс, но если говорить о том, что будет на льду, то как раз шансов нет у Каролины, она уже прыгнула, не то что выше головы, но зацепила за плей-офф команда, как сказали, отряд придурков или банда придурков, как их там называли, в общем, они веселые, будут отмечать победы, ну, целую победу, наверное, в серии они одну дома одержат. Я думаю, что у Шахтановгора 4-1 объективно сильнее во всех линиях, более опытная команда, да, может быть, у Каролины есть мотивация, она молодая, задорная, но в плей-офф эти вещи в длинной серии не работают, поэтому здесь все понятно. Я думаю, что один раз Каролина дома выиграет, один должна. Тут не будет больше шести матчей, Вашингтон, само собой, должен в серию выигрывать, хотя меня смущает то, что Каролина в концовке выглядела очень даже прилично и мощно, и наконец-то играет как надо вся оборона, его соединение, допустим, Пэши со Слэвином очень на пользу пошло, и Фолков откуда-то взял и начал показывать хоккей, который у него три года назад вроде как пропал и, ну и там Тараванин, Саху, они всегда в порядке, да, есть и стал, вернулся и хорошо выглядит, и вылимся там к месту, и Свечников из четвертого звена в любой момент может взять и создать себе момент и даже забить. Ну, то есть команда довольно опасная, но там опять же, Мразик это не Холби, далеко не Холби, и Вашингтон в целом гораздо целостнее и гораздо, наверное, стабильнее, лучше, мощнее в нападении, да и в защите тоже, поэтому Вашингтон дальше, скорее всего, 4-1. В серии Торонто-Бостон будет все красиво, и Торонто проиграет красиво, так как оно, в общем-то, выглядит последние месяца полтора, и вот совершенно не вижу поводов для оптимизма, хотя, если посчитать канадскую прессу, конечно, все там в тайне надеются, ну вот, наконец-то, спустя 60 лет Торонто что-то сможет такой состав, но Бостон выглядит более цельной командой, более сбалансированной, более опытной, и у Торонто, я вот, скажем, не вижу именно линий, которые были бы сильнее. Да, есть, может быть, на одного-двух более креативных хоккеистов побольше, но Бостон все-таки команда, которая создана под плей-офф, там есть кому играть и толкаться, и обороняться, в общем, она сверху до низу более сбалансирована, к тому же врата Торонто-Андерсон в последнее время выглядят не очень, поэтому одно и предпочтение Бостону 4-2. Торонто же еще летом планировал чемпионский парад, потому что подписали Товареса, ну все-все, но соперников у нас нет, а падишь ты, причем все упирается не только в состав, да, хоть там Майк Бэбб, как и начал говорить о том, что глубины якобы не хватает Торонто, ну что уж совсем смешно, может быть, там не хватает одного топового защитника, и Моргана Райля все-таки рано считать таковым, но в остальном-то у Торонто, ну, нападение очень и очень глубокое, я не знаю, на что тут можно жаловаться, при этом Торонто играет через дальние передачи, использует их просто неприлично много, и в позиционных атаках у них есть большие проблемы. Бостон, во-первых, темповая, во-вторых, они хорошо справятся с теми дальними передачами, потому что играют по системе 1-1-3, с защитниками, которые при перехвате всегда бегут в атаку. Это команда, где играет будущий пятикратный обладатель Селки Трофио, который способен выключить и Товареса, и Мэтьюса, может быть, даже обоих. Есть Чарли Койл, который хорошо влился в команду, Юханссон отлично влился в команду тоже, ну и про Крейч, и про его фактор нельзя забывать. Амаршан, Биржерон, Пасторняк — это, по большому счету, одно из двух лучших звеньев в современной НХЛ наряду с Джонсон Пойнт Кучеров. Бостон пойдет дальше, потому что сильнее, потому что слаженее, потому что Тука сильнее, чем Андерсон. 4-2, поставим так. На самом деле, Питтсбург Календер, на мой взгляд, будет самая интересная серия, и, конечно, если Питтсбург запереть на острове, никуда не выпускать, то Алендер шансы, конечно, поднимутся повыше, но все-таки идеальный класс нападения Питтсбурга, он заметно выше, как раз в тот случай, когда результаты в регулярном чемпионате, они, ну, не то что ни о чем не свидетельствуют, они как раз, их нельзя ретранслировать на кубковые матчи, и если Питтсбург, то есть не будет каких-то глупых вещей совершать, то вратарь у них опытнее выиграл два кубка Стэна, чем Робин Леннер. Защита, может быть, так по именам не очень, но все равно она привыкла играть в режиме стресса, под давлением, хотя по именам и не скажу, что там суперзащита, ну и плюс, конечно, линейка центров все равно, это сильнейшая сторона Питтсбурга все эти годы, и Алендер, несмотря на троц, несмотря на систему, я не вижу вообще у них вариантов, но может быть, два матча взять, но вряд ли больше. Если Питтсбург выйдет в финал конференции, вот никто не удивится из людей, которые плотно следят за НХЛ, потому что у этой команды есть все для этого, есть, во-первых, две суперзвезды, легитимные суперзвезды, это Малкин и Кросби, которым только дай порезвиться волю, а не порезвляться, потому что Летанг наконец-то в хорошей форме, потому что Шульц восстановился и тоже набрал хорошую форму, потому что Мюррей, хоть и плыл по ходу сезлонами не разу, но в концовке выглядит достаточно стабильно и уверенно. Генсела можно отметить 40 голов забил, есть Макан и Бьюкст, это очень неплохо влились, и это вообще отличный ход от Рутерфорда, который платежку разгрузил и умудрился взять двух достаточно молодых игроков, которые весьма универсальные, могут помогать там на любом из флангов и даже в центре. По, принципе, по глубине атаки, там, Алендерс не сопоставим с Питтбургом, справляться с пассивной обороной, позиционной обороной они умеют очень даже хорошо за счет позиционных атак, хорошо поставленных и большинства, так что у Алендерс появятся огромные проблемы, но в атаке им будет сложно что-то противопоставить. Ну, Леннер, конечно, будет тащить, но и Мюррей будет тащить, так что Питтбург выйдет дальше со счетом, ну, пусть будет, там, шесть матчей. Ну, Задорово придется плотно погоняться за Гудро, который очень резво и здорово катается, его очень редко ловят, потому что он сюда с поднятой головой. Ну, в общем, и Колорадо будет примерно так же, как Задоров выглядит на фоне Калгари. Калгари намного мощнее во всем, но кроме, может быть, вратарской позиции, то если бы у Колорадо кто-то действительно божил в раме, тогда можно было бы о чем-то говорить, а так и Майка Смита хватит на то, чтобы раскатать Колорадо. Я думаю, что серия сильно не затянется, матчи на пять примерно так, 4-1 фоль за Галгари. Я знаю, что в России есть у Колорадо болельщики, есть бывший скаут сборной России Сергей Федотов, с которым мы поспорили на исход матча, на исход серии первого раунда против Калгари. Я никогда не болел за Калгари, сами знаете почему, потому что Эдмонта наше все, несмотря на что. Но здесь я не вижу больших шансов у Колорадо. Если был бы вратарь, супернадежный, то есть, ну, уровня Флери, Бишопа, а в Грубауру я, извините, не верю. Он в прошлом году в плей-офф как раз чуть Вашингтоном все не завалил. Конечно, он мог за год прибавить, но все равно для него будет испытание, и у Калгари есть две хороших атакующие тройки, поэтому Колорадо будет их трудно сдерживать, хотя у Колорадо ведь сумасшедшее суперзвено, но Калгари будет гораздо проще с ним справиться. Ну не то, что проще, там все-таки мастера хорошие, Майкинен и Рантонин и Ландескук, но опции, скажем так, для разных вариантов практически нет у главного тренера Колорадо. Я думаю, 4-1 Калгари в игре это. Я очень болею за Джо Торнтона, я хочу, чтобы он под заново из карьеры все-таки выиграл кубок Стэнли, которого ему очень сильно не хватает, но я не верю в то, что акулы, не имея надежного вратаря, смогут даже во второй раунд пройти, тем более, что Флери выглядит гораздо надежнее. Дегать команду весьма темповая и весьма жесткая, что будет неудобно для Сан-Хосе. Пусть там и глубина состава крутая, но Вегас на самом деле собрал по ходу уже этого сезона еще летом прошлом подсуетившись три классных звена. У них там Алекстаг играет в третьем, а он забивает по 30 голов. То есть тут глубиной можно помериться. Оборона, да, посильнее у Сан-Хосе в плане поддержки атаки, в первую очередь, это Бернс Кайлсон. Но Вегас, ну вот команда, которая вполне может, во-первых, перебегать с Сан-Хосе, во-вторых, еще и переиграть вот там некоторыми звеньями и, в третьих, наказывать за малейшие ошибки, когда вратарь не тащит, он заставит нервничать своих защитников и это приведет, ни к чему хорошему не приведет. Вот так. Ставлю на 4-3 в пользу Вегаса. Я, конечно, с удовольствием съездил Вегас, чтобы посмотреть, конечно, не на хоккей, чего я там не видел, собственно говоря, а хорошо и красиво провести время. Я думаю, что Сан-Хосе, который переедет в Вегас, тоже будет красиво и хорошо проводить время, но на льду, а не на вывеселительных заведениях, которых там хватает. Мне кажется, это самая интересная серия первого раунда на Западе. Я все-таки отдам предпочтение небольшое. Сан-Хосе, пускай в семи матчах, ну Сан-Хосе, конечно, смущает вратарь Джонс, который мышей в этом году не ловит, но все-таки там три топовые тройки, нападение сумасшедшее и, надеюсь, все-таки они, как говорится, затащат. Я не собираюсь вообще смотреть матчи этой серии, потому что она будет скучной и нудной, и единственный вопрос, забьет ли Ничушкин. Он, конечно, больше ничто меня в этой серии не привлекает. Надеюсь, что все-таки он забьет, сбросит там... Что с плечи сбрасывают обычно? Обезьяну, но у него там, не знаю, по-моему, у него целое стадо горилл сидит, он никак их не может сбросить. Но мне кажется, будет достаточно скучный, малорезультативный хоккей. Поболеем, конечно, мы за Далу, все-таки там есть Радулов. Но мне кажется, что Нэшвилл 4-2 просто укатает за счет того, что больше глубина состава. Конечно, если сравнить вратарскую линию и лидеров нападения, то удалось на них все так плохо, но в остальном предпочтение Нэшвиллу 4-2 выиграет. Если вас вдруг часа в три не клеится со сном, включайте смело Нэшвилл Даллас. Это вам понравится в плане того, что буквально через полчаса вы заснете и будете спать без задних ног. Так что не ждите феерии от этой серии. Я не верю в то, что Даллас вдруг изменится, если весь сезон играл совершенно по-другому. Одна из самых консервативных команд НХЛ. Нэшвилл тоже в этом плане не сказать, что прям сильно выделяется, там, супергровая какая-то команда, но эта команда с хорошим опытом плей-офф. Крепко сбитая, с отличной обороной, две пары, там, едва ли не лучший в НХЛ. Правда, Субан, конечно, подсел. Я думаю, что там будет шесть матчей и Нэшвилл пройдет дальше. Концентруется такая команда, которая может ответить локотем на локоть, даже против Виннипега. Там тот же Петранжело. Недооценивается очень сильно, как силовой защитник, хотя все нападающие, кто много играет в НХЛ, они твердят, что против него очень сложно играть. Примерно как против Веберна. Ну, может быть, он чуть-чуть помягче. Что говорит за Сент-Лойс? Сент-Лойс 1 января занимал последнее место в НХЛ, делил его с Оттавой, а последние три месяца провел даже сильнее, чем Тампа. Это блестящий результат, который во многом стал заслугой Джордана Биннингтона, 25-летнего рутаря, который только в этом сезоне серьезно заиграл. Выглядит он хорошо. Я не вижу у него каких-то серьезных технических пробелов. Он достаточно стабилен ментально. Прошло достаточно времени, чтобы об этом судить. То есть он провел более 20 матчей. 20 матчей – это такая психологическая отметка. Ну и Крэг Беррю здорово работает. Он полностью переначал игру и нападение Сент-Луиса. И сейчас это очень-очень симпатичная команда, которая на пике своей игры, учитывая наличие таких людей, как Орайли, как Тарасенко. В принципе, там почти весь состав очень хорошо и плотно, укомплектован. Особенно защита. Хотя и Виннипек этим может похвастаться. Но я ставлю на Блюз, потому что они в гораздо лучшей форме находятся. Пусть будет 4-3 в пользу Блюз. Хотя я верю в то, что они справятся и за 6 матчей. Трудно предсказуемая серия, потому что я совершенно не убежден, что вратарь Сент-Луиса затащит. Все-таки, если на счет Бенингтон, он никогда не играл в плей-офф НХЛ, да и в ВХЛ-то он особо не блистал. Но вот если бы вратарь был бы, соответственно, у Сент-Луиса уровня Хелебака, я бы отдал пропочтение, конечно, блюзменам. Тарасенко разыгрался. Но мне кажется, что Виннипек отправит его на чемпионат мира в Бортиславу, где он нужнее. Поэтому Виннипек выиграет 4-2. Болеем за то, чтобы состав сборной России был крепким и сильным. Аплодисменты.